Со следующей недели ношение маск в общественных местах и в транспорте на территории Тверской области станет обязательным. Об этом в эфире федерального телеканала «Россия-24» заявил губернатор Игорь Руденя. Главной темой разговора стала текущая ситуация с коронавирусом на территории Верхней Волжи. Подробности в материале нашего корреспондента. За последние несколько дней на территории Тверской области зафиксирован, пусть небольшой, но все-таки рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. С этого заявления начал беседу с журналистами федерального телеканала глава региона Игорь Руденя. Областные власти в ежедневном режиме мониторят ситуацию с заболеваемостью как COVID-19, так и ОРВИ с гриппом в регионе. Большая работа ведется по вакцинации населения от сезонных респираторных заболеваний. Мы уже полностью использовали первую партию вакцин, которыми были вакцинированы и учителя, и работники дошкольного образования, медицинские работники, ну и, соответственно, все желающие, кто хотел бы привиться. Также в регионе вот-вот стартует кампания по вакцинации от коронавируса. Первая партия вакцины уже получена. На днях будут прививаться медики, работающие в красной зоне. Это 35 человек, рассказал Игорь Руденя. Вместе с этим, дабы предотвратить дальнейшее распространение инфекции и увеличение количества зараженных, на региональном уровне принято решение об введении режима обязательного ношения масок в общественных местах и транспорте. Новые правила начнут действовать уже со следующего понедельника, 12 октября. Это будет обязательное условие для пассажиров, которые будут пользоваться общественным транспортом, автомобильным, железнодорожным. Это будет обязательное условие для людей, которые будут посещать торговые учреждения, учреждения культуры, кинотеатры. Также глава региона подчеркнул, что вопрос о временном закрытии кафе, ресторанов и прочего общепита на данный момент не рассматривается. Не планируется и перевод на вахтовый режим работы сотрудников соцучреждений с круглосуточным пребыванием людей. Однако, если того потребуют обстоятельства, то областное правительство готово вновь ввести подобную практику.